Слышу голос из прекрасного далёка, Голос утренний в серебряной рассе. Троценко – это редактор моих книг, он посредник. Он выбирает серьёзные вопросы, пропуская грязь, которая иногда тоже бывает. Этим спасает меня. То есть он общается с крупнейшими сайтами судоводческими. Вот результат. Присылает такие вопросы. А я выбираю те, которые всем нужны. Помогите правильно поступить с абрикосом, чтобы не вымерз. Здравствуйте, мы живём в городе Оренбурге. Ну, это Урал, для меня это Юг. Южный Урал. Посадили абрикос, третий год дереву. Но не знали, ведь надо обрезать. Вы представляете? Вот этот человек – это жертва этих самых. Все той же агротехники дебильной. Выросла под два метра, но ещё не плодоносит. С весенней обрезкой опоздали. Если бы вы знали, как ему повезло, этому товарищу, что он опоздал. Как ему повезло. А осенью боимся. Вот это правильно боится. Осенья обрезка опасная и смертельная. Не погибнет ли? Вероятнее, что погибнет. Посудите сами. Осенью понаделать ран на дерево. Причём признаются официально наукой только раны на кольцо. Мол, укоротишь ветку, она станет ещё лучше. А зачем тогда её обрезать? Значит, надо отрезать целиком. Правильно считается, когда на кольцо. Часто пишут, не обязательно замазывать результат. Через ответственно происходит мороз. А почему-то об этом не знает никто практически. Когда я начал об этом говорить и схватился за голову, я думал, ну сейчас тут же всё перемотно. Конечно, да мы сейчас, да, тут же конференции, тут же это, да, Железов, да, ну надо срочно. Вот, всё по-прежнему. Мороза у нас ниже 30. Ну, для меня это не сильные морозы. Кто подскажет? Ну, я, так как я отвечал письменно, это же надо было переслать ответ через Троценко. Я вот коротко. Ваш абрикос, тем скорее вымезли, чем больше вы будете его калечить. Желание резать и резать идёт от дебильной технологии из южных тёплых стран. Я же отвечаю сотням тысяч людей, поэтому, видите, приходится за каждую строчку выверять. Она явилась причиной уничтожения сотен миллионов деревьев по всей ледяной России собственными руками. Вы знаете, две беды. Сотни миллионов уничтожили, а иначе быть не могло. А сотни миллионов, которые поступают с юга, их даже уничтожать не надо. Из 100 миллионов, допустим, 90 миллионов сразу мёртвые, ещё 10 миллионов и сотни, значит, ну, в общем, уже первую зиму не перезимовывают. Это норма. Почему я так смело говорю? При мне за последние 10-15 лет импортных саженцев по Саногорскому было продано 10 тысяч, 20, 30. Я так прикидывал, да? До сих пор ни одного нет. Вот. А деньги выкачут миллиардами. Поймите, это я продолжаю. Обрезка лишних веток на живом дереве, то же, что и отрезание пальцев, ушей, носа, рук, ног у человека. Никто понять не может, что деревья – это живые. И у них также есть руки, ноги, уши, пальцы. Всё у них есть. Надо бы как-то, я Александр, такие фотографии сделать, чтобы видно было, что у дерева есть руки, у дерева есть ноги, у дерева есть глаза. Вот. Органы дыхания. Всё есть. Ладно. Отвёкся. Посмотрите этот ролик и всё поймёте. Здесь не улучшают деревья. Это один из моих десятков этих самых музыкальных фильмов. Вот. И если я отказался от этой обрезки, от других способов, а оно почему-то, чем меньше подходит дерево, тем лучше плодоносит, значит, это как бы настраивает налад на это. Но я не могу её включить, вы потом включите его. Вот. Вот это вот. Мне прислали из Ленинграда, я не помню, хоть раз показал 43 вебинара. Может, в одном из первых, может, и ни разу не показал. Это фотографии из Ленинградской области прислали. Вот. Это дерево было посажено, не человек его не сами завечивал, ну, и продавец, которого так сделал. Раз, 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 раз. Я думаю, улучшил и сунул, уши деньги за него взял. Конечно, это смерть. Но об этом ни продавцы, ни покупатели не догадываются. И вот, смотрите, я говорю, к чему, вот к этому рассказу. Сейчас поймёте. Борисенко Виталий Евгеньевич, мы с ним давно знакомы. К сожалению, не нашёл опции поиска, к причинам, в гостевой книге. Возможно, проблема. Так. Ну, в гостевой книге 6 или 8 тысяч писем, где там что найдёшь. Хочу затронуть, поднялась, это ржавчина груши. Вот обратите внимание, что вот то, что я говорю, ржавчина груши, или просто когда груши чернеют, вот. Проблема гигантская. А вот этого никто не видит, почему они. Смотрите дальше. Судя по тому, что я наблюдал в разных районах Подмосковья, то гадость заражены почти все груши. Да, так же, как там почти все яблони, почти все вишни. Ну, только название грибов разное, а суть одна и та же. Вы уже догадывались, о чём речь пойдёт. Как молодые, трёх-сёх лет, так и возрастные. Дальше, смотрите, у меня три груши возраст 35 лет. Вот тут обижаться, извините. Примерно для современной России. А груши культурные, яблони, сливы, абрикосы и так далее, они все эмигранты. То есть они приехали на, да, не на сотни, на тысячи метров, на север. Вот. И для 35 лет это уже глубокий старик. Ну, примерно это. И уже ждать от него чудо. Не приходится. Ржавчину у них на листьях, заметил, года три-четыре назад. Нормально. Вот. Теперь так. Я замечал, как посаженное в углубление, раз, прикопанное, даже на пару сантиметров, это тоже опасно, корневая шейка, два, так. И вот это вот калечение, три. И деревья чувствуют себя по-разному. То есть они не обязательно сразу умрут. Это ясно, это покойник. Ну, 35 лет, и все, три года, как груши заболели. Я к чему говорю? Значит, скажите спасибо, что живы. Ржавчину, это мое мнение такое. Вы дальше упоминайте химию, обработку. Вот. Просите это, просите совета. Подскажите эффективные меры борьбы с заболеванием. Нету таких мер борьбы. Вы могли опрыскать фитоаспорином, и еще можете 10, 20, 30 разных всевозможных эффективных, казалось бы, способов. Не поможет. Понимаете, это как со старика молодого не сделаешь. Хоть чем. Вот знаете, как старик идет на свидание. И опрыскал себя одеколоном. Одеколон, да, он на спирту. Это значит, что он чувствует себя бодрее. Надышался спиртового, как называется, просто аромата. Вот. Значит, немножко кожа, это сам запах от него приятный. Но когда дойдет до дела, вот, не будет от него плодов, не будет от него, ну, я образно. Не будет от него толку. Ваши груши, это их последние годы жизни. Ржавчина, это естественно. Бороться с ней бесполезно. Оставьте их в покое. Иногда деревья получают вторую молодость. Это связано с переменой климата. Я не зря приводил, вот жалко мне так долго говорить, но иначе хак. Мне говорят, ты долго говоришь, но а хак я докажу. Яблонь и груша было когда-то одно дерево. Дало плоды. Разделилось на яблонь и груши. Одни пошли в сухие места, а это груши. У них корень, они боятся сырости. Яблонь пошли на юг, у них есть корневые отводки. Они могут передвигаться даже просто ногами. А корневые отводки, это их ноги. Вот. И разделились так. Значит, меняется климат. В этом году Елена Александровна не даст соврать. Вот, но сейчас дождь, 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 дождь. Вот. Я и показывал сегодня первые эти самые пятнышки. Ну, то, что называют. Ну, их тоже можно назвать ржавчиной. Вот. Ну, названий, опять же, их много. Вот. И первые признаки, если вот такие дожди будут идти еще второй, третий, четвертый, пятый год, так, возможно, мы останемся без яблок. Потому что вот уже я показывал больные листья. Но тут же рядом яблони, у которых нет ни одной пятнышки. То есть у нас начинается новый отбор. А вот это, фитоспорин, он, конечно, вам не поможет. Просто не подходите к дереву. Изменится. Вот, допустим, раз пару жарких таких. Вам же еще помогает это, сырость. Вернее, мешает. Теперь, и получается так, что следующее лето может быть совсем другое. Смотрите, исчезла эта самая, так называемая ржавчина. Но это и все. Других советов не дождетесь и ничем не прыскайте, и не тратьте деньги. Еще волнует вопрос. Рекомендую все опавшие зараженные деревья листья по осени сжигать. Тогда деревья останутся без естественного питания. Как быть? Вот видите, вы от меня или сами догадались, что листья, упавшие, это естественное питание. Без них дерева не будет. Значит, не бойтесь, ничего не забирайте. Вот, это естественный процесс. Уберете листья, дерево от этого болеть не перестанет. Пусть все остается так есть. Подробнее мы уже говорили. Вот. Ну и, так как у нас не один Виталий Евгеньевич ждал этого вопроса, больные деревья. Вы же не зря сказали, что сплошь болеют все груши, так? Я добавляю все яблони практически, все абрикосы. Ой, абрикосы не болеют, потому что их нет там. Вот. Но если есть, то это исключение с правил. А вот все, что много, все болеет, 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 болеет. Они, основная причина здесь. Я всем говорю. Извечили дерево. Вот. Появляется все это, остальное все потом. В начале извечили. А говорят, ой, какая сволочная, это, тлях, какая сволочная, это, плесень. Грибы. Это ужас. Вот они, давай с ними бороться. Глупость. На вас зарабатывают деньги. Здравствуйте, Ирия Константинович. Сильно меня не ругайте. Сейчас я вам дам. Я начинаю с садоводом. Я читался в интернете про прищипку. И прищипнул в начале июля. Друга давала яблони. Вот я сразу скажу, как, вот вы прищипнули в начале июля. Ну, практически в середине лета. И оно начинает обрастать, так вот, как вы. А теперь представьте себе. Мало того, что у нас ни Италия, ни Испания, а где вы живете, ну, будем писать в середине полосе России, да. И оно с весны-то до осени часто деревья гимнут или подмерзают капитально, только потому, что лета не хватает. Ну, тех двух-трех месяцев не хватает хоть и платья. Деревья диадаптируются, да. Ну, как? Когда-то они тысячи садоводов, десятки тысяч, они как-то все пытались, деревья перестраивались, которые выживали. Массовая гибель была и сто лет назад, и тридцать лет назад. Но вот, которые выживали. Они у них уже, короче, так называемый детективный период. Ну, а что вы сделали? Вы уже прищипнули, и у них пошли, это страшный прием. Да и в середине лета он осенью-то опасен. А в середине лета он просто подлый. Потому что вот пошла почка, тронулась в рост в июле. Загибаем пальцы. Где-то у вас написано? Июнь или июль? Июль. Июль. Значит, август, сентябрь, октябрь. Все. А когда же? Ей же надо вызреть. Ей не хватает на вызревание 3-4 месяца. Значит, вы фактически дерево погубили. Я надеюсь, понятно объяснил. Сейчас они у меня обросли в круговой ветвями второго порядка. Вот бедные эти вторые ветки. Вот не трогать бы эти почки, бы до осени бы вызрели. И что теперь делать, не знаю. Подскажите, пожалуйста. Так понимаю, до весны не подходите. Конечно, не подходите. Прирост скелетных веток по метру примерно, если бы не причерпнуло, было бы больше. Вы понимаете, что интересно? Чем здоровее дерево, ясно, а прирост, это как первое, так сказать, не надо быть никаким специалистом. На одном полметра просто, на другом метре. На третьем к осени два метра. И вот эти вот два метра, метр, полтора, два метра. Я иногда мерил, бывало и два с половиной. Поверьте. И вместо того, чтобы радоваться, что самое лучшее дерево. И его именно мелкие-то еще могут, это, а не тронуть. А мощное дерево с ветками от метра до двух обязательно скалечить. Это прям стало болезнью. Ну, люди не виноваты. Я всегда говорю, знаете, не подумайте, что я к вам, вот, допустим, Виктор или там бывшая Лариса и прочее отношусь к вам. С огромным уважением. Вы прекрасные учителя, артисты, врачи. Ну, в общем, текарь, пекарь, аптекарь. Вот. Ну, что сделать, когда наше самое качество, которое нас когда-то погубит, россиян, это доверчивость. В данном случае мы верим тому, чего нам преподносят. Вот люди, которые ничего не понимают. А, кстати, я завелся. Смотрите сюда. Вот улучшается дерево, да? Видите? Я просто таких тысячи фильмов первый же раз, чтобы показать. Вот, ну, не может. Ну, вот что ей надо как-то делать? Ведь когда она укорачивает, она как будто, и вроде бы как специалист, и вроде как нас учит. Но она учит загущать еще больше. Отрежешь заподлицо ветку, от скелетной ветки, боковую ветку отрежешь. Рана страшная. Отрежешь половину еще больше загущения. А вот. А они же как? Ну, же надо продавать колонновидные яблони. И она берет секатор и говорит, вот это, это тоже снимок с этого, сочи, одного из тысяч. Вот оно, вот что такое дело. Теперь все мы берем. Вот это, это колонновидные яблони. И вот это. Мы вот эти соседки будем уничтожать. А мы вчера, с Еленой Александром, или позавчера, сделали фильм очередной, который некому это сейчас, ну, дависти до ума. Вот. То есть я имею в виду взять, заглавить, из кусочков как-то шить его. Вот. Ну, что делать? Не может человек все знать. Я не могу. Вот. И там мы стояли, в этом фильме, возле колонновидки, на ней уже десяток, молодая, трехлетняя, на ней десяток ябл. Вот. И я показывал, что это яблони на боковых ветках. А она требует, чтобы эти бокалеветки отрезать. Вот. И вот, это просто, как сказать, к теме пришлось. Это фотография из научного сада. Мне очень крайне не нравится это все. В средней полосе, в России, это, вот, эти ветки не могут жить, где-то кажется. Вот. Ну, а потом я посмотрел на их урожаи. Мне это все крайне не нравится. Вот. Очень высокая семестоимость таких садов из мини-деревь. Очень высокая. Вот. Вот. У нас же как? В раз министерство сельского хозяйства берет и говорит, все, они посмотрели эти импортные фирмы, там, где все яблоки ломятся на этих, на карликовых яблоках. Все, и мы будем, понятия не имея, что плодушки, они у нас замерзают так быстро, что дерево будет, уже достигнутого отношения, потом будет мороз под 40, плодушки все замерзнут, а новых не будет, потому что корней искусственных мало, они ограничены, но прирост там не будет, а прирост там еще уничтожает, я тут без вас показывал немножко, вот, а прирост там уничтожает, тут примерно уничтожено на 70%, да, кроме? Примерно. Да, 70%. Вот. Вот они, болезни, все, 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 как положено. Вот, то есть, вот этот сад, а это был приказ, а теперь представим себе, что науки скажут, кто-нибудь топнет такой, сволочи, муравьи, а это они оказываются, сады-то губят. То есть, сказано, сделано, появляется генетическое оружие против муравьев, вот, муравьи начинаются, это так, как у нас гриб, то есть, они же общаются друг с другом по всей планете, кстати сказать, кто не знает, они же гигантские муравейники, 100 миллионов муравьев, я пробовал, представьте, что они, каждый знает свой маневр, это невозможно, у них количество степеней свободы, такое, что каждый муравей выполняет свою роль, что, если это все перемножить по теории вероятности, это, это, невообразимо, триллионы, то есть, остается только вариант, внешнее управление, внешнее, то есть, это как часть, какой-то гигантской компьютерной системы, ну, живой, не вот этой вот, вот наш компьютер из железа, да, а это живая система, но тоже компьютерная, и у них программа, 100 миллионов муравьев, каждый делает, не одно и то же там, бегут в одну сторону, а в сумме получается сложнейшее хозяйство, которое посложнее, чем в нашем министерстве сельскохозяйства, вот, один муравей, 100 миллионов, население крупного государства, да, вот, и кто-то возьмет, из обелок, ну, никакой умный, я думаю, из купе ее получил, и он начал их уничтожать, и пошел по цепочке, их нет, все, умираем с голодом, мы до последнего человека, погибает деревья, погибает все, вот этого они понять не могут, вот дебильная посадка, которая, ой, сколько погубили деревья, сколько труда, знаете, как называлось это, нет, тыганрогская ладочка, да, да, очень прекрасно, помню, старинных журналов, это же ужас какой-то, я уже, это хотел на другую уже отперенести, это ужас, ну, неужели, непонятно, наклонишь дерево, оно выпрямится, да ты ее сохранил в таком состоянии, и же не зря подвязывают к этим, и железобетонным столбам вертикально подвязывают, а тут один удачный снимок, все в плодах, и давай калечить деревья.